Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена, и на этом канале мы обсуждаем жизнь Виталии. Ролик деликатный, поэтому сначала волшебная фраза, для того, чтобы он подольше продержался и всем показывался. Итак, всех вас призываю соблюдать рекомендации ВОЗ, прививаться, соблюдать все правила и все остальное. Окей, а теперь поговорим по делу. Сегодня на дворе 9 февраля 2022 года, и я торжественно заявляю, что в Италии заканчивается пандемия. Все, вот-вот наступит конец всему этому безумию. Что мне позволяет так говорить? Какие факты мне позволяют утверждать, что уже близится конец? Первая ласточка была две недели назад, когда выступил президент Пфайзера и сказал, что пятая волна будет последней. Наше правительство еще только вводило разные запреты, опять раскрашивало регионы, усиливало еще какие-то вот всякие ужасы. Но, тем не менее, президент Пфайзера сказал, все, наигрались, пора заканчивать. Второе важное изменение, на которое хочу обратить ваше внимание. В это воскресенье я специально посмотрела новости по телевизору, и не было сводок по умерших. И если до этого по телевизору была огромная пропаганда, каждые полчаса показывали горы трупов, люди, которые умирают, еще что-нибудь такое ужасное, то в это воскресенье их не было. Вообще, все пугательные новости пошли на облих, так раз и прикрутили. А вместо этого показывают новости о разных протестах, о том, как в Нью-Йорке, в Амстердаме, еще где-то там, как люди протестуют и как все хотят на свободу. Я не говорю об интернете, потому что в интернете вы можете найти любую новость, которая интересна вам. Я говорю о том, какая пропаганда идет именно из радиоприемников, пока вы едете в машине, и по телевизору. Что именно нам вкладывают в наши головы. Еще появились подтверждения, что стату-деэмердженция закончится 31 марта. То есть поговаривают, что его уже не надо продлять. С 11 февраля не нужны маски на улицах. А 15.06, согласно документам, заканчивается обязательная вакцинация для тех, кто старше 60. Это то, что касается официальных документов, официальных фактов, которые есть на данный момент. Кроме этого, есть некоторые предположения. Я предполагаю, что сделают все возможное, чтобы оставить грин-пасс. Потому что это очень-очень удобный инструмент управления. На этой неделе я случайно оказалась совсем без грин-пасса. Я сделала вакцину 8 августа и была уверена, что у меня 6 месяцев. То есть до 8 февраля прихожу в понедельник на почту. Оказывается, мой грин-пасс отключен, и все. И я ничего не могу сделать. Меня отправили домой. Потому что мне просто на работе нельзя находиться. Теперь посмотрите, как удобно будет всех нас контролировать. Допустим, грин-пасс оставили навсегда. Еду я куда-нибудь, спешу. Не как обычно, обычная законопослушная. Но, допустим, я куда-нибудь спешу. Превысила скорость на автостраде. Автомат, который стоит на автостраде, сфотографировал номер моей машины. Увидел, кто владелец. Прислал мне на ПЭК или на приложение ИО сообщение о том, что мне назначили штраф. И что у меня есть 60 дней на то, чтобы этот штраф заплатить. Если я в течение 60 дней этот штраф не оплачиваю, компьютер автоматически выключает мой грин-пасс. Он перестает действовать. И все. И я оказываюсь под домашним арестом до того момента, пока не заплачу штраф. Я никуда не могу выйти, пока не заплачу этот штраф. Сейчас, в обычной жизни, чтобы посадить каждого из нас под домашний арест и проверить, что делает каждый из нас, нужно бы какое-то огромное количество людей. Если же будет введен грин-пасс навсегда, то это все будет делать компьютер. Компьютер будет помнить, что я не заплатила штраф. Компьютер будет помнить, что сосед не заплатил налоги. Компьютер будет помнить, что там Ванечка или еще кто-то там не прошел медицинское обследование. И каждому, кто хоть чем-то нарушил предписание государства, просто чик, и выключают грин-пасс, и все. Мне выключили моментально, даже не предупредив меня. В этот понедельник я пережила непередаваемые ощущения. За много лет я привыкла, что я спокойно передвигаюсь по всему миру, куда мне нужно, езжу, летаю, и все. Нет преград. Единственный закон – это то, что мне нужно. Вот мне надо, я села, поехала или полетела. И это первый раз за много лет я пришла, и мне сказали, нет, иди отсюда, для тебя нельзя. Это было такое страшное ощущение, то есть понимание того, что все равно жесткий контроль, и что ты в любой момент можешь оказаться за границами общества, можешь оказаться прям вот… Ты в любой момент можешь оказаться отщепенцем, что тебя в любой момент могут выключить и забрать у тебя все права. В одну секунду автомат сделает даже не человек. Наверняка государство будет очень стараться ставить Гринпасс навсегда, или, по крайней мере, вернуть его при первой же возможности. Потому что это правда такой вот очень-очень хороший инструмент контроля. И нам придется как-то с этим жить, придется как-то к этому тоже приспосабливаться. Надеюсь, что у нас будет время на это, и что мы справимся. Я тут пришла домой, езжалась домашним, вот, мол, я все откладывала третью дозу, из-за страха, непонятно из-за чего. О, это, наверное, прокрастинация. На что мои посмеялись и сказали, нет, нет, это называется иначе. Открой словарь Преображенского 58-го года и посмотри, то, что видишь здесь в словаре, это как раз и есть правильное слово для данной ситуации. Теперь я, по крайней мере, знаю, как правильно называется прокрастинация. На этой веселой ноте заканчиваем ролик и посмотрим, что еще будет вытворять наше любимое государство. По крайней мере, жизнь будет интересна, это я вам обещаю. Все, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии о том, что вы думаете по этому поводу, подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Всех обнимаю. Пока-пока.